МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите время новостей на МТВ в студии Светлана Ларикова. В день аса русской поэзии в Волгоградсе написали пушкинский диктант. В городе Героя прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации ЧАЭС. На Сарепском мосту рабочие приступили к укладке бетонного покрытия и продолжается реконструкция путепровода номер 8. А в историческом парке «Россия. Моя история» состоялось торжественное закрытие выставки конкурса «Память сильнее времени». Об этом мы и многом другом расскажем в ближайшие полчаса. Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. 224 года назад в Москве на свет появился Саша Пушкин. Ежегодно в день рождения основателя современного русского литературного языка по всей России и за ее пределами проходит Пушкинский диктант. В Волгограде старт международной просветительской акции дали депутаты Городской думы. Так называемой столицей диктанта стал штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». Рассказывает Любовь Макарова. Желающих проверить знания великого и могучего встречает сам Александр Сергеевич – актер молодежного театра Дмитрий Машков. В его творческой карьере это первая роль Пушкина. К дебюту мужчина готовился с особым трепетом и интересом, ведь Александр Пушкин – его любимый поэт. В школе я обожал читать его стихи, учить, его сказки очень обожал. И мечтал побыть в образе Александра Сергеевича. И когда мне предложили, я испугался сначала, потом обрадовался, потому что исполнять такую роль, такого великого поэта, ну это дорогого стоит. В этом году одними из первых за импровизированные парты, чтобы написать пушкинский диктант, сели депутаты Волгоградской городской думы. Акция стартовала в день рождения поэта и будет проходить в течение нескольких дней. Свои знания проверят школьники, студенты, все любители русского языка и русской культуры. Участники получат задания в соответствии с возрастом и уровнем подготовки. Я думаю, что с заданиями по этой теме справятся все легко. Потому что там есть и из периода лицейского, о друзьях Пушкина, и о возлюбленных Пушкина, и строки из лирических произведений о любви, и портреты, и теория. То есть там много интересных вопросов. Я думаю, что даже если кто-то не ответит, то вспомнит потом. Все мы, те люди, кто родился и вырос в нашей стране, обязаны помнить выдающихся наших писателей, поэтов, литераторов, всех тех, кто создавал этот большой пласт, которым мы пользуемся уже многие века. И, конечно, благодаря мероприятию мы еще раз сегодня окунулись в атмосферу, перенеслись на несколько веков назад. И, конечно, понимаем, как создавалась русская культура, как создавалось искусство. В этом году «Пушкинский диктант» посвящен любви и дружеству в творчестве Пушкина и поэтов Пушкинского круга. Депутаты Волгоградской городской думы активно поддерживают эту образовательную акцию и добавляют к ней свою традицию. Ежегодно дарят библиотекам детские книги. От классики до современных авторов. В этом году собранные депутатами издания отправятся не только в библиотеки Волгограда, но и в детские библиотеки в новых российских регионах. Хотелось бы, чтобы эта традиция, которая существует уже порядка шести лет, и она дальше продолжалась. Волгоградская городская дума очень активно помогает в такие торжественные мероприятия Пушкинки. Мы уже собрали более 600 книг за определенный период. И, конечно, очень вот эту правильную традицию нужно поддерживать. Надеюсь, что она у нас приживется на долгие-долгие годы. С годами эта образовательная акция не теряет своей популярности, как и творчество самого Александра Сергеевича Пушкина, который был, есть и будет поэтом на все века, творчеству которого все возрасты покорны. С Пушкина все начинается, и самые маленькие читатели приходят к нам, и родители берут им сказки Пушкина. И это самый первый такой флажок, обозначающий принадлежность к русскому языку. Потому что ребенок, читая сказки Пушкина, обращается в стародавние славянские времена, и отсыл идет к русской культуре. Пушкинский диктант будет проходить на разных площадках до 10 июня, а его результаты станут известны в День России, 12 июня. Любовь Макарова, Роман Седлецкий, Время новостей. Всесторонне обследовать коммунальные системы, выработать предложения по ремонту, модернизации и развитию их инфраструктуры, определить приоритетность работ. Эти и другие задачи губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил сегодня на совещании по вопросам совершенствования системы ЖКХ. Предложения войдут в 10-летнюю программу развития Волгограда. Глава региона отметил, пришло время приступить к новому этапу решения очень важной и очень сложной задачи. Она напрямую связана с качеством жизни людей и направлена на модернизацию сферы ЖКХ, перевод систем тепла, водоснабжения и водоотведения с аварийно-восстановительного на планово-предупредительный характер работы. Для ее выполнения потребуется время, люди, комплексное, объективное обследование городской системы ЖКХ и формирование на его основе целостной программы по направлениям деятельности, ресурсы различных источников и инструменты федеральной и региональной поддержки, дисциплина и организация системного контроля. Губернатор подчеркнул, проводить модернизацию систем ЖКХ только за счет средств граждан и тарифов нельзя. Важно использовать различные источники и инструменты, в том числе с участием государства. Система водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Волгограда имеют высокий уровень изношенности. Жители, получая ресурсы по неучтенным сетям, становятся заложниками обстоятельств. Но это не повод, чтобы власти смотрели на эти проблемы со стороны, сложа руки. И говорили, что все это было сделано за предыдущие периоды, и делали это не мы. И нас это не касается. Я хочу вас всех предупредить и обращаю ваше внимание, что касается всех. Будет неправильно, если власть в этот непростой период будет перекладывать ответственность за работу систем жизнеобеспечения на хозяйствующие субъекты, различные организации, на простых граждан и делать вид, что она здесь ни при чем. Андрей Бочаров отметил, регион будет помогать городу решать эту сложную задачу. В ближайшее время специалисты приступят ко всесторонней оценке функционирования систем ЖКХ, их техсостояния, с выработкой предложений по их модернизации и развитию. Объективное, еще раз скажу, реальное, а не надуманное понимание и оценка технического состояния, работоспособности, систем тепловодоснабжения и водоотведения города Волгограда позволят более качественно планировать наши мероприятия по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры города, созданию объектов в социально-экономической сфере. Было отмечено, компанией лидер за предыдущие годы немало сделано, но развитие инфраструктуры города, реконструкция действующих и создание новых объектов в социально-экономической сфере требует дополнительных решений по повышению надежности сетевого хозяйства и его развития. У города Волгограда при нашей всесторонней поддержке появляется возможность создать по-настоящему эффективную систему управления городским жилищно-коммунальным хозяйством и формировать тариф более прогнозируемым с увеличением горизонта планирования и, как следствие, принимать решения по более эффективной поддержке жителей. Андрей Бочаров подчеркнул, работу по формированию программы модернизации ЖКХ надо проводить открыто, не скрывая никаких проблем. Для этого с первых шагов будет создан общественный совет с участием экспертов, специалистов отрасли, депутатов, общественников. Проект войдет в состав 10-летней программы развития Волгограда. Развернуть пункт временного размещения граждан, ликвидировать условную утечку хлора и аварию на подземном козапроводе. Сегодня в Волгограде прошли комплексные межведомственные учения. В них приняли участие сотрудники регионального главка МЧС России, специалисты профильных ведомств и представители администрации Волгограда. Главная задача – отработка практических действий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Одним из элементов учений стало развертывание пункта временного размещения граждан в школе номер 96 Дзержинского района. В ПВР могут находиться люди, эвакуированные с места ЧАЭС. Организаторы убеждены, такие учения полезны. Знания необходимо закреплять во время занятий на практике. Мы предоставляем им место для того, чтобы каким-то образом они могли расположиться, покушать, место отдыха предоставляем. То есть это пункт временного размещения. Далее у нас есть группа комплектования, которая отправляет или пешими колоннами, или колоннами с транспортом в то место, куда укажет администрация города Волгограда. Учение плановое. Подобные мероприятия в регионе проводятся ежегодно. Цель – проанализировать, в каком состоянии находятся объекты для защиты населения в ходе ЧАЭС природного или техногенного характера. По оснащению кое-какие рекомендации даны, именно по проведению водной здесь необходимо было в полном объеме развернуть пункт временного размещения, а не по элементам. Ну, соответственно, я думаю, что это все устранится. Все запасы для развертывания пункта временного размещения, они в администрации Волгограда имеются. В ходе учений проверили готовность к экстренному реагированию службы газовой сети. Вводный запах газа на улице. В учениях задействованы две бригады газоснабжающей организации – аварийно-диспетчерская и ремонтная. Наша бригада приезжает, производит отцепление места возможной утечки газа, определяет место повреждения с помощью приборов. И после этого уже приступаем к работам, предварительно, естественно, локализовав участок поврежденной газопроводой. Еще одна вводная – обрыв высоковольтного провода вблизи жилых домов. Задача специалистов оперативных служб – устранение неисправности и недопущение ее возможных тяжелых последствий. В ходе учений отрабатывались алгоритмы совместных действий представителей различных ведомств, специализированных служб и властей при угрозе или возникновении ЧАЭС на объектах городской инфраструктуры, а также при выполнении мероприятий гражданской обороны. По итогам комплексных учений специалисты получат информацию о готовности всех элементов системы противодействия к чрезвычайным ситуациям. Сергей Чеплыгин, Вихтор Хиврин, Рубентальский. Время новостей. Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с начальником учреждения Упородор Москва-Волгоград Юрием Сорокиным. Они рассмотрели вопросы дальнейшего конструктивного взаимодействия, развития дорожно-транспортной системы региона, реализации текущих и перспективных проектов. Волгоградская область – крупный транспортный узел федерального значения. Она становится ключевым регионом межгосударственного транспортного коридора «Север-Юг», который проходит через 11 стран. В него войдет ряд региональных и федеральных дорожных объектов, в том числе в строящийся обход Волгограда. Проект объездной дороги реализуется параллельно по двум этапам. Их строительная готовность составляет 65,46% соответственно. Первый с юга от Волгограда соединит астраханское направление трассы Р-22К с Песелестинским, а также с региональной автомагистралью Волгоград-Котельниково-Сальск. Второй берет начало от Московской трассы и заканчивается на пересечении с федеральной дорогой А-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский. Кроме того, завершено проектирование третьего этапа. С 2014 года работы всех видов на территории субъекта охватили свыше 4000 километров федеральных, региональных и местных автодорог. В плане 2023 года около 600 километров, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Дополнительные возможности для решения задач обеспечивает поддержка федерального центра. На площадке транспортной недели в Москве Андрей Бочаров и руководители Росавтодора Роман Новиков подписали соответствующий меморандум. На Сарепском мосту в Красноармейском районе рабочие приступили к укладке бетонного покрытия. Реконструкцию путепровода начали весной этого года в рамках программы «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Перед тем, как сформировать основание моста, рабочие удалили изношенное асфальтобетонное покрытие и заменили все опорные части пролетов. Следующий этап – восстановить герметичность деформационных швов, укрепить балки и сваи, провести ремонт откосов. Как только эти работы будут выполнены, специалисты приступят к укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия, восстановят тротуары, ограждения, установят фонари. Сарепский мост был открыт в 1975 году. Путепровод выводит транспорт на автомобильной магистрали в сторону Калмыкии, Ставрополя и Астрахани. В 2008 году открыли проезд по второй очереди путепровода. Реконструкция его первой очереди, которая не ремонтировалась с 1975 года, стала возможна благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Его инициатор – президент России Владимир Путин. Все работы завершатся к концу 2024 года. Продолжается реконструкция и путепровода номер 8. Он является частью транспортной развязки на третьей продольной магистрали. Подрядчики устанавливают железнобетонные плиты на пешеходной части. После гидроизоляции нового бетонного основания строители приступят к формированию дорожного полотна. Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Мост построен в 1988 году. Это основная часть разноуровневой транспортной развязки. Путепровод пересекает четыре железнодорожных пути и две автодороги. Здесь проходит одна из главных транспортных артерий Волгограда – третья продольная. За десятилетия интенсивной эксплуатации и конструкции основательно износились и нуждались в капитальном ремонте. Рабочие удалили старое бетонное основание, заменили армированные опорные части под пролетными строениями, выполнили заливку нового бетонного основания. В ближайшее время специалисты начнут корректирование бетонных поверхностей балок и опор. В соответствии с муниципальным контрактом, кроме укрепления основных конструкций моста и устройства нового двуслойного асфальтобетонного покрытия на проезжей части, заменят перильное ограждение на усиленное металлическое. Рабочие также модернизируют линию наружного освещения. 1,2 млрд рублей поступят из федерального бюджета на закупку электробусов для Волгограда. Средства выделены в рамках регионального проекта развития общественного транспорта нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В рамках концессионного соглашения по развитию городского электрического транспорта Волгограда федеральный бюджет направляет более 1,2 млрд рублей на закупку современного перспективного вида транспорта электробусов, а также установку зарядных станций к ним. В областном центре возведут четыре такие площадки для заряда электробусов. Одна из них сможет одновременно обслуживать шесть единиц подвижного состава. Остальные три будут располагаться в микрорайоне Родниковая долина и рассчитаны на одиночную зарядку. Муниципалитет закупит 20 электробусов. Новый транспорт должен развивать скорость до 70 км в час и преодолевать не менее 80 км в пути. Вместимость электробусов в составе до 85 пассажиров. Их мужество и стойкость не подлежат забвению. В Волгоградской области продолжается реализация мероприятий приуроченных к 80-летию победы в Сталинградской битве. Сегодня в историческом парке «Россия. Моя история» состоялось торжественное закрытие ежегодной всероссийской выставки конкурса «Память сильнее времени». В этом году в рамках проекта представили новую номинацию «Имена России». Дарья Коломыченко подробнее. Горящие избы, изможденные лица, свист пуль и запах пороха, мольбы матерей и слезы радости. О долгожданных встреч на работах молодых участников конкурса «Память сильнее времени» сюжеты различные, но абсолютно каждое полотно передает трагедию военного времени. Мы должны помнить о героях Великой Отечественной войны, но и не должны забывать о героях нашего времени. Должны помнить, какой вклад они внесли в нашу Россию. Самое главное – не забывать свою историю и нести историю до конца, не искаженную, а ту историю, которая происходит именно сейчас. Региональный патриотический проект для молодежи проходит в третий раз. В этом году он объединил 300 участников из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, Калмыкии и других уголков России и Казахстана. Сохранять всю память о героизме, всю память о доблести нашего народа, нашего многонационального народа. Нравственные ценности, культурные ценности, совесть – это то, что незыблемо, это то, что должно сохраниться. Это наши силы, это наши опоры. Молодые ребята с помощью кистей и холстов воссоздают то, что забвению не подлежит – подвиги отцов, дедов и прадедов. Студенты сохраняют память о героях и увековечивают их мужество и отвагу. Каждые пять земли в нашем регионе пропитаны кровью. И мы знаем, какие усилия пришлось приложить всем россиянам, чтобы наша страна оставалась сильной и непокоренной. Мы люди, которым есть на кого равняться и с кого брать пример. В этом году на конкурсе была представлена и новая номинация «Актуальное времени. Имена России». Студенты рисовали портреты тех, кто ныне защищает интересы Родины, противостоит нацизму и фашизму. Участников специальной военной операции молодые активисты поддерживают с самого ее начала. Мы все очень сильно переживаем, волнуемся и всячески поддерживаем. Мы стараемся, отправляем письма, отправляем какую-то помощь материальную, моральную. То есть стараемся поддерживать их. Первым портретом героя-современника на выставке стал портрет погибшего офицера вооруженных сил ДНР и России Евгения Малаева. Героической страницей в его жизни стали бои под Коминтерного. Командир роты на БТР разгромил несколько боевых позиций противника. Это фонограмма того боя. Позже кавалер Ордена Мужества, офицер Евгений Малаев погиб в зоне специальной операции. Но память о нем будет жить в его личных архивах, стихах, сердцах всех, кто его знал и кто будет узнавать о нем и дальше. Портрет героя передали его маме. Я своим сыном горжусь, помню его. Теперь и вы будете его помнить, вы о нем узнали. Еще раз спасибо вам от всей души. Я очень благодарна вам. Это наследие тех ребят, которые, если человек погиб, к сожалению, это наследие, которое он нам оставил. И нам важно его сохранить. То есть в виде памяти. Если это есть, значит, это кому-то нужно. Память – это значит, нам кому-то нужно. А живым тем более это нужно. Те ребята, которые отвоевали, они видят, что это было не зря. Лучшие работы конкурса по традиции оформят в передвижные выставки. Их представят в муниципалитетах региона, а также в военных госпиталях и больницах. Дарья Коломыченко, Виктор Хиврин. Время новостей. Жители многоэтажек по улице Титова организовали кинопоказы в собственном дворе. Соседи не только вместе поддерживают порядок во дворе и занимаются благоустройством, но и досуг предпочитают проводить в кругу единомышленников. В кинотеатре на лавочке побывала Дарья Денисова. Что нужно сделать, чтобы посмотреть фильм на улице во дворе своего жилого комплекса? Юлия Апарина живет в доме номер 52 по улице Титова. Инициатор множества мероприятий по благоустройству дворовой территории. Подъезд, в котором она живет, получил звание объекта образцового порядка. После знакомства с владельцем автокинотеатра «Победа» решено было организовать кинопоказ во дворе многоэтажек по улице Титова. В нашем дворе живут люди разных поколений, с разными интересами, с разными профессиями, в которых можно чему-то научиться. Это такое комьюнити, в котором мы можем пообщаться и совместно провести приятные мероприятия. Нам это интересно, мы молодые, нам здесь жить, здесь жить нашим детям. Мы хотим, чтобы такие мероприятия проходили и делаем их сами для себя. Проектор, экран, генератор электроэнергии, желание делать добрые дела. Кинопоказ приурочили к Международному дню защиты детей, выбрали душевный мультик. Первое кино в необычном формате в этом дворе показали весной этого года. Было волнительно. Всем настолько понравилось, что на этот раз волгоградцы пришли и из соседних дворов. У нас такая идея уже давно родилась. Мы ее воплощали в парке города и решили в этом году попробовать это воплотить в жилом квартале. То есть посмотреть, как будет реакция, какое количество людей придет посмотреть кино. С каждым годом больше людей обращаются, чтобы мы приехали, показали у них кино. Просто нужно, наверное, уже единомышленников, которые смогут. Потому что я один не смогу везде показать, во всех районах. Несколько десятков жителей Краснооктябрьского района от самых маленьких до пожилых присоединились к кинопоказу. Организаторы раздавали юным волгоградцам конфеты и разноцветные шарики. Равнодушных не осталось. Эмоции детей переполняли. В песочнице вот прибежали смотреть на шарики и на фильм. Приятно и очень интересно. Побольше бы таких всяких акций организовывали. Я думаю, что все дворы бы собирались сюда, приходили. Посмотреть художественный документальный фильм и мультики, отдохнуть от городской суеты и на время забыть о проблемах. Такой киносеанс – отличный способ познакомиться с соседями. Еще больше любить место, в котором ты живешь. Детям очень важно развитие, очень важно смотреть мультики вместе, так как мы все по разным домам. На улице мы только находимся на площадках. Очень интересное мероприятие. Я уверена, что это будет еще не один раз. И также будем совмещать это все вместе с соседями. Послушать музыку, посмотреть кино, заняться спортом, поиграть – все это в одиночку делать скучно. А когда рядом есть инициативные соседи и дружная семья, грустить не придется. Киновечера планируют сделать традиционными. У жителей домов на Титово есть много интересных и необычных задумок. Дарья Денисова, Виталий Грищенко. Время новостей. Их работа связана с оперативными разъездами в любое время суток и в любую погоду. Им известно все. От уловок мошенников до сложных методов вычисления убийц по случайным уликам. О тонкостях работы криминалистов смотрите в программе «Профессии люди» сразу после выпуска новостей. А в 18.10 на МТВ продолжение телесериала «Под каблуком». Жизнь рекламщика Кости выглядит успешной. Его работа приносит доход и удовлетворение. А любимая женщина согласилась выйти замуж. Но все рушится в один момент. Отец Кости умирает и на его руках оказывается не только семейное дело, но и беспомощные родственницы, которые привыкли, что их проблемы решает глава семейства. Не пропустите вторую и третью серии мелодрамы. А к этому часу у меня все новости. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. Полная лента новостей на информационном портале mtv.online. Все наши сюжеты и программы на сайте rutube.ru. Не пропустите главное – подписывайтесь на наш канал в Дзене. Итоги этого дня подойдем вместе с вами уже в 20.00. До встречи в эфире. Сегодня вечером и завтра днем в Волгограде без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 3,8 метров в секунду, днем 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 24, плюс 26 градусов. Субтитры подогнал «Симон»